Всем привет, друзья! Давненько я ничего не чистил. Очередные клиенты говорят, что у них 1С не обновляется. И им сами 1Сники сказали, что у них места слишком мало на диске. Собственно, сейчас мы посмотрим, что у них там с местом. Места реально мало, 6,27 гига. Сейчас будем смотреть, что мы куда можем перенести. Z у них внешний диск, на нем ценное хранится. Наша задача что-нибудь на D перетащить. Может сейчас рабочий стол или мои документы кто-нибудь у нас переедет. Ну и в принципе вообще посмотреть, что на диске творится. Для этого мне нужно 2 программки. Наверное, мы скачаем Space Sniffer. Сейчас я со своего сайта заберу. Русское радио выключим пока. У них там интернет не очень шустрый. Сейчас мы сделаем в AnyDesk максимальное быстродействие. Так, и поехали на сайтик. Так, и мне еще нужна программка, которая автозапуск не нужен. Что-нибудь типа Vice Disc Cleaner. Сейчас посмотрим, стоит у них что-нибудь или нет. Vice, Vice, Vice. О, стоит у них. Сейчас мы им тоже пролетим. И основной у нас инструмент будет для работы. Это утилиты. Где-то тут был у меня полезный софт. Нет, видимо сюда я не клал. Либо это в диагностике, где-то в мониторинге. В общем, ладно, нам нужна программка Space Sniffer. Но, по-моему, она у меня все равно где-то на сайте была. Ну-ка. Так, передавать значения. Мне нужно вот передача один в один, чтобы горячие клавиши работали. Так, мне нужен Space. Да что ж такое-то? Нету? Нету, нету. Ну ладно. Значит, не выкладывал. Сорян, тогда берем отсюда. Официальный сайт у нее вот такой. Uderza.it. Так что не промахнитесь, а то, может, какие-нибудь подделки, сайты подделки попадаются. Так, забираем Portable-версию. Во, процесс пошел. Идем сюда, распаковываем. О, видимо, я уже когда-то ковырял ее. Потому что такая папка есть. Ну, в смысле, этот комп уже смотрел. Давайте посмотрим, чем у нас тут C загажен. Ух ты, page-file, круто. Page-file у нас файл пока... О, и они еще спрашивают, что у них тут места не хватает. Нифига себе тут в папку Downloads поналожили всяко-разно. Но мы можем, в принципе, папку Downloads перетащить в другое место. Я так понимаю, это какие-то выгрузки бас или что-то такое. 1.cd. Это, походу, обновляльщики так весело обновляют, что за собой потом не стирают. А page-file это у нас файл подкачки. Мы его сейчас поменяем. Давайте сначала за файлом подкачки сразу сходим. И посмотрим, что у нас вообще с дисками, чтобы понимать всю картину. Где у нас C, где у нас D, что на чем находится. Так, у нас C. Это твердотельник, SSD. У нас D. Это 4,65 гигов. Ну, мы можем, в принципе, файл подкачки поделить, чтобы сильно C не забивать. С другой стороны, файл подкачки у нас за производительность отвечает. А что у нас по памяти? Так, у нас еще Phenom. Ой, не Phenom стоит этот. FX 4350. AMD-шечка. Так, и 8 гигов памяти. Ну, в принципе, нормально. Он не должен сильно файл подкачки-то юзать. Давайте посмотрим, что у нас тут. Дополнительные параметры. Вот он, файл подкачки. А, здесь по выбору системы. Давайте для C поменьше оставим. Например, 2000. Чтоб что-то там было. Вот так вот. И чтоб он не рос никуда. Вот 2000 и 2000. А вот здесь мы сделаем по выбору системы. Пусть создает сколько нравится. Благо там место навалом. Да, да. Но перезагрузимся мы попозже. Можно еще... Нет, темпы я не буду переносить. Мало ли какие прыги используют. Пусть побыстрее все-таки будет. Так, вот этот файл подкачки у нас будет 2 гига после перезагрузки. Так, а что у нас здесь? А, ну это все 1С, 1С, 1С. Окей. Так, вот теперь с Downloads будем разбираться. Потому что загадили они конкретно. Downloads, загрузки, загрузки. Ух ты. Так, а где у нас? Тут я так понимаю, вот они красавцы. Ты-ды-ды-ды-дынь. Причем это что-то было. Прям недавно были выгрузки. Бэкап что-то делали. А давайте посмотрим, что у нас на диске D. Свободный 372. Ну вот и мы назовем ее как-нибудь типа бэкап 1Ски или что-нибудь в этом роде. 1С выгрузки. Вот так и обзовем. Я же не знаю, нужны они никому, не нужны, что с ними делали, почему так. Либо это просто бэкап тех людей, которые обновляют 1С. Но я предпочитаю не стирать. Просто самое главное при работе с компанией, которая находится в организациях, самое главное ничего не делать невозвратного. То есть, чтобы все действия можно было, если что, отменить. Так что вместо того, чтобы удалять вот эти файлы, вроде бы как ненужные, по-хорошему. Лежат в загрузке, созданы не так давно, причем почти в одно время. Такое ощущение, что это бэкап разных баз просто. Но лучше куда-нибудь их просто тупо перенести и не удалять. Удалить всегда успеем. Пусть лучше полежат какое-то время. Не нужны будут, через месяц-два все это снесется, и про это никто не вспомнит. Но, по крайней мере, если вы вот так собираетесь работать в этом профиле, или по организациям, или еще как-то, у вас не возникнет проблем, что вы у клиента что-то сделали, уехали. Они такие, ой, а у нас тут что-то не работает, не открывается, или там вот у нас тут лежали файлы, а где они теперь? И дальше не факт, что вы их даже восстановите. В общем, создадите себе кучу проблем. Так что не делайте ничего того, что нельзя вернуть. Так, ну что, у нас перетаскивается. И даунлод мы сейчас это... В отдельную папочку перекинем, а потом саму папку даунлод уже перенесем чисто в свойствах систем. И у нас на диске C уже место прилично почистится. Тут тоже я смотрю какие-то... А, это база, это у нас на C. А почему у нас на C? Там какие-то RAR-архивы еще. После ремонта. Тут тоже все, я думаю, можно... Извините. Я тоже думаю, это можно все перенести. Потому что тут, видите, какая-то папочка old. Причем это вообще 20-й год, то есть не лазили. Вот эта база, видите, свеженькая. 31.05. Сегодня только в нее ходили. А вот это все, это архивы. Причем архивы достаточно жирные. То есть их можно взять и куда-нибудь унести. Тормозит все. Ну давай, родной, никак он не прочитает. Видимо, там твердотельник не очень шустрый. Еще из какой-нибудь старенькой серии. Тут же у меня еще и Space Niffer заодно обновляет все, что вот копируется. Он тут сразу в реальном времени обновляет. Да и сама папка download, смотрите, 17 гигов. Так, мы так и назовем ИП Зайцев. Так, D. Да тут всякие, я смотрю, архивы. Вон еще какие-то. Ну сюда, наверное, и положим, я думаю. По крайней мере, оно как-то соответствует... Название соответствует архив 1С, да, тут тоже ИП Зайцев, и тут ИП Зайцев. В общем, забэкапимся туда. И остается только ждать, пока оно докопируется. 4 минуты, 2 минуты. Ну, в общем, ожидаем. Я жду, а для вас я на паузу поставлю, так что у вас все это будет быстро. А потом будем папочку download переносить. Да и там, наверное, потереть можно стареньких вещей. Люди обычно в загрузках не стирают то, что там лежит. Все, ушел на паузу. Итак, друзья, копировалось, копировалось. Вот оно у нас упало. Disk D, 1С в выгрузке. 1С в выгрузке. Потом удалить. Посмотрим, что у нас теперь происходит на диске C. Ну вот, смотрите, уже 40 гигов у нас пустых. Теперь папочку download. Сейчас проинспектируем. Что-то сегодня не выговариваются слова. Здесь 21, 21. Ну, в принципе, ничего такого старого нет. Основное мы перенесли. А здесь свойствах у нас 6 мегабайт. Вообще ничего. То есть, по сути, загрузки стали микроскопическими по объему. Ну и давайте их перетащим на диск D. Прямо вот так вот поменяем. На диске D. Ну, конечно, не существует. Но диск D у нас есть. И создать эту папку. И перенести туда все, что возможно. Поехали. Еще, кстати, недавно с напарником тут пообщался. Он мне подкинул одну идейку насчет работы с вероятельными дисками. Сейчас посмотрим, есть ли тут такая штука, как оптимизация. Оно в сервисе обычно находится. Ага, но здесь у нас, по сути, по сути, нету. Выполнить расписание. Дефрагментация включена. В семерке, видите, эта штука называется дефрагментацией, а в десятке называется оптимизация. Находится примерно там же. Я думаю, что для твердотельных дисков эта штука бессмысленна и даже вредна, потому что изнашивает их быстрее. Поэтому тут я дефрагментацию выключу. Хотя на целом он стоит никогда не запускать, а на остальных двух дисках работает. А вот на десятке там стоит оптимизация диска, и ее лучше выключать, потому что диски сейчас достаточно умные, сами умеют все оптимизировать. Но на десятке эта функция включена, соответственно, десятка быстрее диск твердотельно изнашивает. Поэтому вырубайте. А сейчас я вам, кстати, на своем, наверное, компе покажу, чтобы было проще. Вот смотрите, диск C у нас. Свойства. Это уже в десятке, да? Сервис. И вот здесь есть оптимизация. И вот, смотрите, можно взять и подключать. Видите, отключено. Тут есть кнопочка «Включить». То есть вот эту галочку убираете, и все. У меня оно уже отрублено на твердотельнике. Это так, из полезняшек к текущему видео, потому что особо здесь мы ничего не чистим. Так, ну и что у нас по объему? Общий размер. Отлично. Так, давайте посмотрим. Ну, это у нас две базы. Мы их никуда не денем. Они на твердотельнике лежат, чтобы быстрее работали. Пейдж-файл у нас, файл подкачки уменьшится после перезагрузки на 5 гигов. Аппликейшн, дата, роуминг, 1С. Ну, тут тоже все к 1С относится. Не будем все это дело трогать. Там аккаунты и так далее. Так что, в принципе, с диска C мы больше ничего тут и не удалим. Давайте посмотрим, что у нас в iSdiscleaner найдет. Так, cookies мы не трогаем, чтобы людям пароли заново в браузерах не вбивать ото всех сайтов. Сейчас посмотрим, что у нас из мусора накопилось. В принципе, ну, если бы у них что-то лежало на рабочем столе, давайте проверим еще разик, например. А, видимо, рабочий стол я уже переносил. А в остальном тут, я думаю, практически ничего и нету. Да, копейки. Здесь у нас тоже копейки. Там почти ничего нет. Сохраненные, ну, там вряд ли что-то есть в изображении. В iSscleaner туда кладет файлики. Здесь тоже ничего нет. Так что, в общем-то, и переносить больше нечего. Так, друзья, теперь давайте посмотрим, что у нас там найдется. Что у нас в iS найдет? Google Chrome работает. Да, работает. Закройте его, пожалуйста. Сейчас, может, кэш какой-нибудь и оперу тоже закройте. Ну, прилично. Тысяча файлов. 200 мегабайт. В мегабайтах немного. В файлах прилично. Очистка. Ну, и, в принципе, все. Задачка выполнена. Процесс был несложный. Тут главное ничего не грохнуть лишнего. То, чем люди пользуются. Вот еще странно. У них мой компьютер тут два раза на рабочем столе. Вот он. И вот он, нормальный мой компьютер, в котором все свойства есть. А внизу просто у нас ярлычок. Так, удаляем. Ну, и, в принципе, наверное, больше тут нечего особо делать. Ну-ка, сейчас посмотрим, сколько у нас корзинка занимает. О, я уже выставлял. Видите, 500 мегабайт максимально. Я обычно корзинку, размер корзинки выставляю, потому что по умолчанию Windows берет проценты от диска, и корзинка может там 20-30 гигабайт быть, 50. Я стараюсь поменьше сделать, потому что люди ее многие не чистят, и там накапливается куча файлов. А вот еще я смотрю, тут Касперский, видимо, обновился. Во-первых, зачем им значок на рабочем столе? Во-вторых, Касперский паспорт менеджер вряд ли они им пользуются. Скорее всего, даже не регистрировались там ни разу. Сейчас посмотрим. А у моей Partition Assistant не нужен он им. Пусть на рабочем... Пусть в пуске лежит. Просто я его, скорее всего, ставил для чего-то. Так, а вот этот... А, Паспорт менеджер начать. Понятно. Значит, никто им и не пользовался. Сейчас мы его и снесем. Видимо, после обновления... Ох, сколько тут обновляшек для 1С-ки-восьмерки. Пипец. Начиная с самых старых версий до самых свежих. Вообще, 1С, мне кажется, они специально выпускают обновления. Да, удаляем. Реально не нужно столько обновлений выпускать, по факту. То есть обновления не имеют никакого функционала, только выпускаются ради того, чтобы нелегальные обновлящики не смогли ничего сделать. То есть чтобы люди все подписывались на официальное обновление и платили денежку. Потому что если обновление выходит раз в неделю или чаще, то очень дорого будет вызывать специалиста, который будет ручками все это дело обновлять. То есть таким образом они просто борются с людьми, которые обновляют 1С-ку не от них. То есть неофициально. Потому что, ну блин, ребят, столько обновлений. Это еще он с какого-то там с 15-го года, последней версии 1С-ины. Не знаю, стоит ли трогать и сносить. У них могут быть какие-то старые базы, которые там... Одна база работает под новую, другая база работает под старую. Поэтому не будем ничего трогать. Возможно, некоторые базы даже не обновляются уже. Все, Динеска закрылась. Так, ну я предлагаю перезагрузиться и в итоге посмотреть, что у нас получится по факту. Сколько мы еще места найдем. Сейчас у нас 41 гигабайт из 111. Ну что ж, поехали в перезагрузочку. Где-то у нас тут было перезагрузить удаленный комп. Поехали. Так, и извините, сейчас проверю. А, ничего, у нас все закрыто, чудненько. Еще раз перезагрузить. Поехали. Так, мы перезагрузились. Посмотрим, что у нас по объему. Ну вот, как я и предполагал, 46 гигов. В принципе, половинку занимает у нас Виндайс с программками. Еще какие-то отчетики. Еще какая-то папка авторанс из старенького. Ну и, в принципе, это, наверное, у нас базы, да, 1С-очные. Ну, 25 гигов в 1С-ке, по сути. А остальное Винда. Так что нормально. Это как раз у нас укладывается в 60 гигов. Из них 25, это 1С, но занимает. Ну, все, наверное, друзья. На сегодня все работы поделали. В последнее время у меня видосы что-то не особо снимаются. Особо нет повода их снимать. И куча всяких других делозабот. Поэтому редко выпускаю видео. Но постараюсь почаще. На этом у меня все. Всем спасибо. Пока. До новых роликов. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.